здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о важной группе эффективных микроорганизмов это свободно живущие азот фиксаторы свободно живущие азот фиксирующие бактерии можно найти во многих богатых органикой почвой это листовой опад листовая земля под лиственными деревьями различными это почвы в которой вносятся органические компосты вот на бедных почвах под золистых почвах на бедных суглинках на песчаных почвах этих бактерий бывает очень мало однако же они могут нам очень сильно помочь в обеспечении необходимым количеством азота наших огородных растений в лабораторных условиях азот фиксирующие свободно азот фиксирующие бактерии выделяются на специальных средах ну наиболее классической средой является среда эшби на эту среду высеваются бактерии и если они выросли а эта среда не содержит источников азота если такие бактерии выросли показали хороший рост это и будет означать что данная бактерия является свободно живущим азот фиксатором к азот фиксации способны многие бактерии это и почвенные и непочвенные и даже некоторые условно патогенные для человека микроорганизмы однако с точки зрения агрономии нам важно чтобы наша почва была богата такими бактериями которые не будут оказывать не отрицательного влияния на растения не отрицательного влияния на нас и на домашних животных будут безопасны а будут благотворно влиять на растения одной из таких бактерий является свободно живущий азота бактер он способен азот фиксировать асот фиксировать значительное количество азота и превращать его в доступную растениям форму однако важным условием такое азот фиксации является достаточное количество органического вещества необходимого для питания этой бактерии вы можете использовать различные биопрепараты содержащие азот фиксирующие микроорганизмы к одному из таких биопрепаратов относятся азофит для того чтобы этот препарат был эффективен и для того чтобы активизировать действие тех микроорганизмов которые находятся у вас почве но еще раз повторюсь что на песчаных супещаных глинистых подзолистых кислых почвах бедных органическим веществом самой почве таких бактерий может быть очень очень мало в этом случае вам необходимо абсолютно необходимо сперва использовать биопрепараты коммерческие биопрепараты а потом уже поддерживать эту микрофлору в нормальном состоянии так вот для поддержания азот фиксирующие микрофлоры в нормальном состоянии вам необходимо использовать богатые источники органического вещества это могут быть компосты это могут быть органические удобрения навоз помет и так далее это может быть зеленое удобрение чем она более вонючая тем оно более ценное с точки зрения растениеводства. Вы можете использовать сахарные подкормки, то есть разводить сахар, примерно полстакана сахара песка на ведро воды и поливать ваши растения примерно по литру на растения, хотя бы раз в неделю такую подкормку делать. Вы можете собирать корочки хлеба, настаивать их и поливать этими настоями, вкапывать потом остатки этого хлеба, в почву, потому что хлеб, вот эти остатки хлеба являются ценным удобрением. Вы можете высушивать корочки, например, картофельные очистки, но предупреждаю вас, что картофельные очистки содержат также на себе значительное количество различных фитопатогенных микроорганизмов, поэтому перед использованием их лучше всего или пропарить, или как-то термизировать, может быть, духовки просушить, но чтобы они хотя бы там до 80 градусов нагрелись, чтобы убить большее количество фитопатогенных микроорганизмов. И другие источники углеводов, разложившиеся целлюлозы, ну, самое простое, это, конечно, компост. И вот путем внесения подобного рода субстратов вы будете хорошо стимулировать уже те внесенные бактерии для того, чтобы они там размножались и обогащали почву вот таким вот естественным азотным питанием, необходимым для наших растений. Ищите такие биопрепараты, находите их, используйте обязательно и применяйте все те способы и меры для поддержания нормального микробиома почвы для того, чтобы иметь хорошие высокие урожаи. На этом я с вами прощаюсь, давайте обсуждать эту тему, задавайте свои вопросы, не пропускайте наши выпуски, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего!